Я один из группы Камбоджи, я вокалист. Вокалист группы Камбоджи. Если тебе по почте придет письмо под подписью где-то 30 человек, 30 родителей, которые тебе скажут, что наши дети вот такие вот ушлепки, алкоголики и пьяницы, потому что слушают группы Камбоджи, ты что ответишь? Я скажу, что моя аудитория совершенно не соответствует этим критериям, потому что, я думаю, наши люди, которые слушают нашу музыку, во-первых, наша музыка не несет ничего алкогольного или наркотического. Мы поем о любви, о чувствах, не побуждаем подростков или детей каких-то употреблять алкоголь. Есть большое спостроенное мнение, я с ним не согласен, но говорят, что тяжелый металл вызывает такую агрессию обычно. Слушай, ну это вообще субъективное, на мой взгляд, такое не очень опытное мнение, потому что люди совершенно, которые так говорят, они совершенно другого мировоззрения. Это понятно, что они другого мировоззрения, но они так считают почему-то. Они считают это потому, что это слишком громко и слишком экспрессивно для их склада ума, или для их ушей, не знаю, для чего. Только поэтому, моя мама тоже раньше относилась к этому как просто к кому-то ору, беспределу, а сейчас она, когда поняла всю политику нашей музыки, вообще тяжелой музыки, то она спокойно относится, и даже на концерты хотела бы сходить, но как-то не получается. Ну да, потому что мы живем в разных городах, поэтому... А в чем политика тяжелого урока, по твоему мнению? Ну, слушай, я не знаю, на мой взгляд, просто я по жизни очень спокойный человек, я миролюбивый, как бы просто к любым людям отношусь позитивно, вот, с позитивной точки зрения изначально, вот. Как бы и я на сцене, наверное, или на репетициях выдаю все свои эмоции, и поэтому, может, я такой спокойный, как бы, в жизни. Поэтому для меня музыка тяжелая, это как просто как вымещение каких-то чувств или каких-то эмоций, вот. В текстах песен ты всегда рассказываешь о какой-то истории, пускай даже как символично или образно, но все равно есть какая-то там нотка души. Смотри, а почему именно тяжелая музыка, вот, для тебя это вымещение чувств, грубо говоря? То есть, почему это не лошади, там, не хоккей, там, и не футбол? Слушай, хоккей тоже мне нравится, я люблю очень хоккей, футбол, вот. Ну, у каждого свой путь, просто у меня, как бы, это лучше всего получается, поэтому я, в принципе, рад этим заниматься и буду продолжать. Расскажи маленькую историю, как ты попал вообще в тяжелый урок? В тяжелый урок? Ну, все началось, как бы, там, с прослушивания, там, всяких старинных групп, как Лимбийский, там, Попоровач, и это почему-то эти звуки, они радовали мои уши, бодрили дух, и поэтому я потом, у меня друг научился играть на акустике, мы вначале придумывали, там, какие-то баллады, там, в принципе, а потом мы решили создать уже группу, там, с электрогитарами, с басом, с барабаном, взяли барабанщика, который, там, конечно, ни черта не умел играть, но все же, что-то выдавало. А в дальнейшем просто мне надоело, то, что мы стояли на месте, ничего не делали, как бы, группу Камбожа требовался вокалист, поэтому я, как бы, раз написал, потом долго думал, они согласились, чтобы я пришел на прослушивание, я долго думал, потому что не хотел бросать своих друзей, как бы, ну, первую группу свою, и спустя лето я подумал, и все, я ушел из группы, которая в последующем стала группой Ливи Носика, которая впоследствии уже распалась, вот, но там долгая история, на самом деле, кому интересно, можно свободно прочитать на Last of End всю нашу историю, биографию, как бы. Фициальная роль твоя, какая? Я кому-то приношу радость своими выступлениями, своими записанными песнями, не я только, а все мы, как бы, мы единое целое, и творим, как бы, на суд людей, и, в принципе, я, конечно, мог, хотел бы желать лучшего, но пока так, бывает немного, бывает много, вот. Вот остался Саша к нам, наш гитарист. Привет, привет, я гитарист группы Камбоджа, ну, в Уфе, всем привет. Скажи честно, ты играешь в группе Камбоджа, потому что ты хочешь играть музыку, или просто нравится девочкам? Я слушаю, как бы, у меня есть моя девочка, любимая, как бы, я больше никому нравится не хочу, а, как бы, остальное это только ради музыки, вот, честное слово. Ну, основная аудитория, у нас все-таки мальчики, судя по всем, там, статистикам. Ну, да. Наш турка был полностью, так сказать, сбалансирован, потому что группа «Тонкая красная нить» — это группа для девочек, а мы для мальчиков. Таким образом достигается идеальный баланс соотношения полов на каждом концерте. По-вашему, вот электронная музыка, ну, то есть то, что делают диджеи, это живая музыка вообще? Ну, смотря какие диджеи, то есть есть диджеи, которые сводят, как бы, пластинки, а есть композиторы. Это просто другая, как бы, форма самовыражения. То есть инструмент, по сути, не имеет никакого значения. Имеет значение только тое самовыражение. И кто как это делает, как бы, это просто вопрос вкуса, там, и вопрос того, что тебе нравится, и все. Те же самые, там, я не знаю, продиджи, там, играют с живыми музыкантами, там, и они не пускают просто трек, там, на плей, и бегают, и прыгают, как бы. Так не делается. Вот, поэтому я думаю, что электронная музыка абсолютно, как бы, равноправна с другими видами музыки. Это просто используются другие инструменты, как бы, а суть абсолютно такая же. Мы изначально из города Челябинска, ну, в котором мы были вчера, как раз, в рамках нашего тура. Вот, год назад, даже уже полтора, наверное, мы переехали в Питер, в Санкт-Петербург, и, чем не сказано, рано, как бы. Почему рады? Почему рады? Потому что появились новые друзья, новые знакомства, новые движения какие-то там. Ну, в общем, развитие дальше пошло, и мы, в принципе, что хотели, то и получили. По-вашему, можно развиться было вам в Челябинске? Ну, я думаю, что это было бы связано с некоторыми большими трудностями. В частности, с планированием туров, с влаги дорогостоящих поездок из Челябинска в другие города. Да, это в силу числа территориальных, как бы, вопросов. Ну, и, короче, самый большой плюс в развитии, это то общество, в которое мы попали, то есть, это такое комминюти музыкантов, которое оказывает очень большое, позитивное, как бы, плотворное воздействие на нас, как людей, и как музыкантов в том числе. Поэтому я считаю, что, конечно, мы не прогадали, правильно сделали, что мы переехали. То есть, вообще, ваш совет, грубо говоря, всем рок-группам ехать в Питер, потому что там клёво для них. Я правильно понимаю? Ну, как сказать, нужно к этому быть готовым, потому что это связано с целым рядом очень больших трудностей, которые не каждый может выдержать. Поэтому, если вы считаете, что у вас достаточно, так сказать, драйва, энергии, желания, самоотверженности, может быть, чтобы вот так вот просто бросить всё, всех людей, с которыми вы выросли, я не знаю, всех ваших знакомых, все ваши учёбы, все ваши работы, и просто куда-то поехать, то есть, если вы считаете, что у вас есть такие силы, то нужно это делать. Ну да. В общем, господа, чего вы пожелаете уфинцам, обычным уфинцам? Ну, мы, наверное, пожелаем, как всегда, слушать хорошую и только хорошую музыку, как бы. Вот. Направление не имеет значения? Ну, музыка — это дело такое, как бы, что по душе, то и слушаешь. То есть, кому-то нравится шансон, там, у него какие-то ассоциации с этим, и у него душа поёт, когда он это слушает, а у кого-то любимое, там, металл, там, или хардкор, как у нас, как бы. Мы от этого получаем позитив, это самое главное. Да, я бы пожелал уфинцам, как и всем остальным людям, как бы, как можно больше избавляться от предрассудков, будь то музыкальных или вообще каких-то общечеловеческих, и вот с таким открытым разумом воспринимать всё, что происходит вокруг. Вот. Не подписываясь на какие-то шаблоны и стереотипы.